12 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев прибыл в Верхнюю Салду и провел выездное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения. Верхняя Салда сильнее всего пострадала от паводка, который произошел из-за сильных дождей 4 и 5 июля. Обильные дожди привели к резкому подъему воды в реках и размытию дам. В результате оказались подтоплены несколько городов и сел Свердловской области. В трех городских округах – Верхний Салдинском, Нижний Салдинском и Горноуральском – был введен режим ЧАЭС. Произведя обход территории, Евгений Куйбышев сказал, «Большой катастрофу удалось избежать, но для каждого пострадавшего дома, для каждой семьи – это беда. Сколько сил вложено в хозяйство и за какие-то часы все разрушено. Домов, попавших в зону затопления в трех муниципалитетах, более 300 и более 150 садовых участков. Конечно, людям будем помогать и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков». «Сегодня необходимо проявить внимание каждому человеку и каждой семье. Вопросы и проблемы у граждан в связи с подтоплением домов могут быть совершенно разные. И я вот уже прошелся по нескольким улицам и вижу, что они совершенно разные. И здесь проходить нужно индивидуально к решению той или иной проблемы каждого домовладения, каждого человека. Я имею в виду и выплаты компенсаций. Но человек, если проживает там, он не прописан, это же не значит, что ему не надо компенсацию давать. Не надо быть черствами. Вот не положено. Положено. Нужно правильно составить документы. Я сегодня в решении нашего совещания, коллеги, выплаты всем проживающим. Вот для главы это будет весомный результат. Проживающим. Если нужно установить факт проживания, возьмите показания там в акт соседей. Составьте акт и все». Губернатор распорядился не затягивать с решением вопросов, касающихся восстановления жилья. Собрано в общей сложности порядка 700 заявлений в трех городах для оценки ущерба. Больше половины жилых и садовых домов уже обследовано. Как закончит работу оценочная комиссия, суммы будут определены. И я прошу с этим вопросом не затягивать. Людям надо восстанавливать дома. Времени у нас немного. Уже июль. Зима придет быстро. Электричество, вода, газ или дрова в домах должны быть. Также губернатор рекомендовал отправить детей из зоны подтопления в загородные лагеря региона. Первоочередные внимания прошу уделить детям, семьям с детьми. И предлагаю рассмотреть возможность организации таких детей в отдыхе в оздоровительных лагерях региона. Если не на всю смену, то на момент посушки проведения первоочередных ремонтно-установительных работ. Все дети должны быть пристроены. Нельзя держать их, коллеги, в сырости. Это вопрос безопасности и здоровья. Я прошу главу вместе с Министерством образования эту работу организовать. И в течение недели мне доложить, какие приняты меры по выполнению данного поручения. Не осталось без внимания губернатора и состояния гидротехнических сооружений. Необходимо уделить самое серьезное внимание состоянию гидротехнических сооружений, восстановлению пострадавших дорог и мостов, все работы провести оперативно с высоким качеством. О состоянии ГТС в Азбесте мы попросили рассказать заместителя главы Азбестовского городского округа Олега Кабанова. На территории Азбестовского городского округа у нас располагаются два гидротехнических сооружения. То есть одно у нас находится в собственности как пауру Азбест, это на реке Пешма, и Черемшанская плотина. То есть находится в ведении нашего муниципального предприятия, находится в оперативном управлении. То есть перед паводком у нас безусловно был, как правило, создан штаб, на предприятиях созданы запасы материальных средств, технических средств, определен персонал для круглосуточного дежурства. В период половодия проводились мероприятия от очистки от снега, льда, от постороннего мусора. Эта работа продолжается на протяжении всего периода. В рамках муниципальной программы субсидии предусмотрены муниципальному предприятию в этом году в размере более 500 тысяч рублей. В пауру Азбест предусмотрены средства в районе 5 миллионов рублей для содержания ГТС. В принципе, все мероприятия выполнялись в сроке и вовремя. Паводок у нас прошел спокойно, то есть уровень воды находится в норме. Прибытия воды крупного у нас не было. Поэтому в настоящее время мы не видим никаких опасений, связанных с переполнением наших водоемов. ГТС находится в справном состоянии. Оба ГТС имеют у нас декларации безопасности, утвержденные, согласованные с департаментом. Евгений Куйбышев также распорядился разобраться с появлением нефтепродуктов. Выводы по причинам появления нефтепродуктов на участках нанесенного ущерба и способом очистки земли должны сделать коллеги в кратчайшие сроки специалисты. Я прошу не затягиваться этим вопросом. Я обращаюсь специально к прокуратуру, обращаюсь к правоохранительному органу. Я прошу, чтобы вы оперативно дали правовую оценку действиям или бездействиям. Собственникам этого завода. Почему не были рекультивированы маслоотстойники. Почему, какие меры были приняты по сохранению гидротехнического сооружения и так далее. Я прошу коллеги внимательно к этому отнестись. На сегодняшний день все размывы в плотинах и дамбах засыпаны и укреплены. Они находятся в удовлетворительном состоянии и опасности для людей в случае повтора таких обильных осадков не представляют. Практически сразу же восстановили автодорожное движение большую часть пешеходных мостов. Но некоторые участки требуют ремонта водопропускных труб под дорогами. Предварительно на эти работы надо более 130 миллионов рублей. Проводя совещание, губернатор Евгений Куевышев сказал. По каждому участку, по каждому конкретному участку и глава, и Министерство общественной безопасности должны знать четкую рабочую дорожную карту, что мы делаем. И главное, чтобы не только, чтобы вы знали, чтобы люди были ознакомлены, что, когда им ждать. Юрий Чиликин. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова